Занятость населения Немного истории в начале. Кризис 2008 года существенно ухудшил обстановку в сфере занятости населения. В 2009 году по сравнению с 2008 в два раза уменьшилось количество вакансий. Из организаций в результате сокращения персонала уволено более 7 тысяч работников. Численность людей, работающих в режиме неполного рабочего времени, находящихся в простой уповине работодателя или в отпусках без сохранения зарплаты, увеличилась в течение 2009 года почти в 4 раза и составила на конец года около 27 тысяч человек. Уровень безработицы достиг 9,5%, а долги по заработной плате составили 120 миллионов рублей. Особенно сильно пострадали работники одного из крупнейших предприятий республики – Волжской текстильной компании. Она объединяла чулочно-трикотажную фабрику и хлопчатобумажный комбинат. Тогдашние собственники группы компаний «Сава» объявила себя банкротом. Ее долги составили более 4 миллиардов рублей. В 2011 году конкурсный управляющий объявил об увольнении 800 человек. Госслужба занятости тут же начала усиленную работу. Около 600 человек было поставлено на учет. В результате работы, проведенной нами, мы сумели трудоустроить в различной организации города более 400 человек. Направили на профессиональное обучение людей, которые имели не совсем востребованные профессии. В основном ткачи были, операторы ткацкого оборудования. Было гораздо легче со швиями, конечно. Потребность швеи была у нас. На предприятии было очень много людей предпенсионного возраста. Направили на досрочную пенсию 61 человек. Было достаточно много проведено работы, разъяснительной, информационной работы. Мы провели, когда проводилась процедура банкротства, мы провели 4 ярмарки на самом предприятии. Когда еще люди продолжали, когда еще работали люди. После того, как люди были высвобождены, мы тоже проводили ярмарки, вакансии. Давали очень много направлений на работу. Но занимались очень плотно мы этой организацией. Большинство тех, кто был высвобожден, трудоустроены. Сегодня на учете остается буквально несколько человек. Значительная часть бывших работников комбината, 60 человек, перешла в новую организацию «Хлопковый край». Ее создатель также экс-работник ХБК. Директоры по экономике и финансам Елена Петрова. Очень трудно было в первый момент, потому что закрылось наше предприятие «Хлопкое», Чебасарский хлопчатый банкротный комбинат. Сначала была рассеянность. Потом, видя наших работников, которые точно так же, как и я, остались не у дел, в прострации без работы, мне пришла идея, что, в принципе, ниша пока свободна на рынке, и ее можно занять. Бренд «Хлопковый рай» был всегда на слуху. Он считался самым лучшим в России. Так как он остался на хлопчатом бумажном комбинате, мы сделали новый бренд «Хлопковый край». Несколько человек ключевых собрались, подумали, решили, что можно сделать и свое производство. И начали набирать тех же самых девочек, которые стояли уже на учете в центре занятости. В этом, конечно, очень нам помогли работники центра занятости. Подыскали наших же работников, дали им информацию, где мы находимся, и стали потихоньку приходить к нам люди. Вот сейчас, на сегодняшний день, у нас порядка ста человек работают на предприятии. Из всех историй жизни работников этого небольшого предприятия можно собрать целую книгу о непростых временах для нашей республики. После учебы я поступила работой на Чебоксарском бумажном комбинате. После нескольких лет работы нас как бы сократили оттуда, и мы все стали на бирже труда Чебоксара. Через несколько месяцев, практически через три месяца, в октябре 2011 года, у нас открылась ферма, общество с ограниченной ответственностью «Хлопковый край». И все люди, которые, все работники, которые работали на Чебоксарском бумажном комбинате, именно в швейном производстве, мы начали работать с «Хлопковым краем». В то время, как работы было очень много, и чтобы все заказы выполнить, нам с биржи труда отправляли людей на помощь. Кому понравилась эта работа наша, которую мы делаем, шитье постельных комплектов, то они оставались у нас, работать в дальнейшем. У нас производство хорошо отложенное, оборудование все новое, закуплено все новое, скоростное. Елена Жарикова приехала в Чебоксары по распределению и попала на хлопчатый бумажный комбинат, где 25 лет проработала в должности технолога-колориста. Когда комбинат закрыли, встала на биржу. Спустя некоторое время Елене дали направление на общественные работы в «Хлопковом крае». Объем работ был большой, заказы шли, рабочие руки требовались. Так временное место работы превратилось в постоянное. Я довольна была, я была рада, когда предложили эту работу, потому что коллектив – это все те, с кем работала на комбинате. Это действительно хорошие специалисты, знающие свое дело, то есть грамотные. И радовало то, что мы являемся как бы наследниками ХБК. Потому что то, что делал ХБК, никто у нас в России не делал. Это было лучшее качество. Мы единственное делали сатин. Чтобы сохранить традиции когда-то мощного предприятия Чебоксарского хлопчатого бумажного комбината, в «Хлопковом крае» тоже установили некоторые принципы ведения дела. Во-первых, здесь никогда не пожертвуют качеству материала во имя выгоды, заменив его на более дешевый. Во-вторых, работа ведется только с авторским дизайном тканей. Руководство поддерживает контакты с художниками, с которыми сотрудничали на комбинате. Форма рисунка, его цвет – эксклюзивны. Эти принципы помогают молодому предприятию удержаться на рынке не только нашей страны, но и за рубежом. Подобная участь, как и ХБК, постигла индустриальный строительный комбинат. Массовые высвобождения работников с этого предприятия коснулись и Владимира Красавина. Полгода он стоял на учете в центре занятости и не мог найти подходящее место. Тогда он попросился в организацию по обслуживанию многоквартирных домов на общественные работы. Общественные работы – это трудовая деятельность социально полезной направленности. Она организуется в качестве дополнительной социальной поддержки граждан, ищущих работу. Оплату соискателям начисляют как организации-наниматели, так и службы занятости. Такая форма софинансирования очень удобна для работодателей. Позволяет подыскать подходящую кандидатуру, не прибегая к большим затратам. Владимир Анатольевич к нам пришел на работу по направлению центра занятости на общественные работы. Первоначально на два месяца. За это время мы усмотрели в нем специалиста, дисциплинированного работника. И предложили устроиться на постоянную работу плотником ООО «Тереконсервис». Он занимается обслуживанием жилого фонда, многих квартирных домов. Работу выполняет добросовестно. Главный критерий для нас. Сегодня Владимир уже и вспомнить не может, сколько за пять лет он починил, сколотил и расчистил. Первое время было сложно, потому что я сам-то не плотник. Я в бетонно-растворовом цехе работал. Но потом научился. Сейчас нормально, как обычно, плотник работает. Если знаешь, какую работу, обычно ее надо мысленно переделать, а потом уже легче. Вот так вот. Слаженная работа различных ведомств республики не позволила допустить неконтролируемого роста численности безработных в будущем. В феврале 2010 года уровень безработицы достиг пикового значения – 25,5 тысяч человек. И уже на 1 января 2011 года это число уменьшилось до 14,5 тысяч. Это почти на 45%. Реализация дополнительных мер в рамках целевых программ сдержала увольнение 87 тысяч работников. Положительные тенденции отмечались и в развитии инвестиционных проектов. Заводы «Хивель», «Керамика», «Шумерлинский завод специализированных автомобилей», «Алатрский горно-обогатительный комбинат» обеспечили рабочими местами тысячи человек. Антикризисные меры, принятые в 2010 году, позволили стабилизировать ситуацию. Если тогда коэффициент напряженности на рынке труда составлял 2,5 единицы, то, по данным на 1 марта 2015 года, он не превышает показателя 0,5. Рынок людских ресурсов очень подвижен и зависит от различных обстоятельств. Нынешние времена стабильными назвать сложно. Опираясь на прошлый опыт, правительство Чувашии держит ситуацию под жестким контролем и уже готово сработать на опережение. Продолжение следует...